Здравствуйте! В эфире программа «Итоги». Меня зовут Владимир Антошкин. Вспоминаем наиболее заметные события минувшей недели. Коротко об основных темах этого выпуска. Экономисты Республики Башкортостан отчитались о работе в стенах Кумертаусской мэрии. Наш город принял коллегию Минэкономразвития. Один автобус сгорел, второй вылетел на обочину. Сразу две крупные аварии произошли на минувшей неделе. Арест имущества, запрет на выезд за границу или лишение водительских прав – это их будни. Кумертау посетил главный судебный пристав Башкортостана Зариф Байгускаров. Управленческая команда города Кумертау завершила второй этап обучения по специальной программе Фонда развития моногородов в Подмосковном Сколково. Впереди у управленцев еще три этапа. В конце предстоит выработать и защитить стратегию комплексного развития Кумертау. Городской округ Кумертау принял коллегию Минэкономразвития Башкортостана. На ней собрались представители ряда районов и городских округов республики. В первую очередь это ведущие экономисты этих территорий. Был представлен ряд показателей отдельно по муниципалитетам и республике в целом. Даны рекомендации по антикризисному планированию. Подробнее в сюжете. Кумертау в качестве площадки для коллегии Минэкономразвития Башкортостана выбран не случайно. Именно городской округ неоднократно ставился в пример в части развития инвестиционного потенциала. Именно в этом направлении должен двигаться каждый район и городской округ, считают Министерство экономического развития. Это неоднократно озвучивалось на коллегии ведомства, которая прошла в минувшую пятницу 22 июля. Дистанционно по видеосвязи открыл ее работу премьер-министр правительства Башкортостана Рустем Марданов. Он задал общий тон работы, обозначил направление, которым необходимо уделить особое внимание. Это, например, предметное объективное планирование, антикризисные меры, инвестиционная активность. Не случайно вы находитесь в городе Кумертал. Вот эта деятельность по стимулированию инвестиций наилучшим образом, наилучшая практика реализована в рамках деятельности по развитию моногородов. Кумертал к ним относится. В свою очередь министр экономического развития Башкортостана Сергей Новиков сообщил об итогах работы министерства за минувшее полугодие и более предметно расставил акценты на приоритетных направлениях. Отчитались по ряду важных экономических показателей и представители некоторых районов и городских округов. И спрашиваю я, по крайней мере, из сотрудников Минэка, и мы выстраиваем работу по другим госпрограммам, только за то, что за вами закреплено. Не нужно сегодня там говорить отчеты, там процесс, мы провели процесс ради процесса. Есть показатель, что сделано, какой результат. Доложил о социально-экономическом положении по итогам первого полугодия и глава администрации Кумертау Борис Беляев. Сити-менеджер поделился опытом в части ухода экономики от монопрофильности и взаимодействия с Фондом развития моногородов. В течение 2015 года и в текущем году мы проводим достаточно активную администрационную политику. Работа с Фондом развития моногородов уже дает положительный результат. И за первые полугодия текущего года получено более миллиарда рублей. И инвестиции создано более 200 новых рабочих мест. В завершении выступления Борис Беляев поблагодарил министра за оказанное содействие и вручил сувенирный сосуд с маслом из первой партии нового завода в селе Маячный. Кроме прочего, на коллегии принятые меры по развитию экономики озвучили представители Янаульского, Шаранского и Буздягского районов. После заседания министр экономического развития и глава администрации Кумертау провели короткий брифинг с прессой. Откуда такая любовь к Кумертау? Я не могу сказать, что это любовь. Это, наверное, просто дань уважения тем людям, которые напряженно трудятся, которые хотят достигать результата. Мое личное убеждение, такие люди заслуживают и уважения, и поддержки. Здесь эффективная администрация, которая ориентирована на результат, добивается его. И об этом уже свидетельствуют те промежуточные итоги, которые сегодня демонстрирует экономика города. Что означает вот эта коллегия, для чего она нам? Нам доверяют, на нас делают упор, и то, что нас очень хорошо поддерживают. Для нас это важно. Сегодня мы видим и чувствуем эту поддержку республики в лице Министерства экономического развития. Завершилась коллегия экскурсии на маслоэкстракционный завод в селе Маячный. Членам коллегии продемонстрировали, как на деле реализуется инвестиционный потенциал городского округа. Неделя отметилась сразу несколькими крупными дорожными авариями с участием горожан. Так, недалеко от набережных Челнов сгорел пассажирский автобус, следовавший по маршруту Кумертау-Казань. Одному из очевидцев удалось снять на камеру мобильного телефона, как люди выбегали из автобуса и спасали свои вещи. Ряд сетевых изданий со ссылкой друг на друга писал, что возгорание автобуса произошло прямо на дороге. Причины выясняют правоохранители. По словам одного из пассажиров, автобус следовал по маршруту со значительным опозданием из-за технической неисправности. Водитель периодически останавливался и выходил что-то ремонтировать в задней части транспортного средства. Из Кумертау выехали вовремя, а по пути из Уфы поломки стали возникать чаще. В Татарстане около набережных Челнов кто-то из пассажиров почувствовал запах дыма в салоне. После задымления появилось и открытое пламя. Один из водителей успел выбить обе двери. Пассажирам удалось спастись. Никто не пострадал. А вот в другой крупной дорожной аварии, к сожалению, не обошлось без пострадавших. В минувший четверг примерно в 12 часов дня на трассе Ира-Магнитогорск пассажирский автобус, ехавший по маршруту Уфа-Акьяр, вылетел в Кювет. Транспортное средство опрокинулось три раза. В причинах и последствиях на минувшей неделе разбиралась наша съемочная группа. Участок дороги у деревни Колдарова нельзя назвать оживленным. Так и в момент происшествия трасса была не загружена. В какой-то момент автобус Уфа-Акьяр выехал на полосу встречного движения и оказался в Кювете. На место аварии были стянуты экстренные службы и медицинские работники из близлежащих населенных пунктов. Где-то в пол первого мне на сотовое звонили, что здесь авария. И мы сразу сюда приехали. Ну что вы увидели здесь? Ну здесь лежал вот Мерседес и больные. У нас переломы, дети здесь плакали. Переломы ключицы, там таз. Ну многочисленные у всех. И чем это было внутри черепной. Большое количество пострадавших и 17 пассажиров большая часть были доставлены в больницы. Объясняется тем, что Мерседес-принтер перевернулся несколько раз. Пассажиры злополучного автобуса не одумевают, что пошло не так и почему транспортное средство оказалось в Кювете. Мы сами ехали, а вот ни встречи, ничего не было. А вот как получилось, я не могу сказать. А где ехали, я даже не заметила, как это получилось. Когда уже стали падать, уже когда автобус перевернулся. Я упала, и все на меня упали там. Мы почти не возле шапера, а ближе к шаперу сидели. Пострадавших на каретах скорой помощи доставляли в больницы близлежащих населенных пунктов. В Кумертау в тяжелом состоянии поступило трое пострадавших и один ребенок. Пациентка, находящаяся в реанимационном отделении, крайне тяжелая. Остальные средней степени тяжести, которые находятся у нас в отделении. По предварительным данным, водитель автобуса Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением. Но самое главное, транспортное средство не должно было находиться на данном маршруте. Предприятие «Отрансэкспресс», не имея на данный маршрут, ни свидетельства, ни маршрутных карт, осуществлял посадку с южного автовокзала города Уфы и поехал. Он не имел свидетельства и маршрутной карты на обслуживание пассажиров и багажа по данному маршруту. То есть осуществлял перевозку незаконно. Будет ли выплачивать перевозчик нелегал компенсации пострадавшим, пока неизвестно. Ровно так же, как были ли застрахованы пассажиры. Слаженная работа всех судебных приставов Башкортостана – его основная задача. Кумертау в рамках рабочей поездки посетил главный судебный пристав в республике Зариф Байгускаров. На минувшей неделе нам удалось пообщаться с ним. Что из этого вышло, узнаете прямо сейчас. Кумертау с рабочим визитом посетил главный судебный пристав по республике Башкортостан – Зариф Байгускаров. Чиновник проехал по городу, посетил несколько объектов и пообщался с некоторыми горожанами. Основная деятельность Зарифа Байгускарова – контроль и координация работы республиканских приставов. Накануне ведомство подвело итоги служебной деятельности. В общем, было взыскано всего более 5 миллиардов рублей денежных средств. Пользуют в том числе элементы, заработные платы, налоги. Это возмещение запрещенного ущерба и так далее. Перечень мер, которые приставы могут применять к должникам, достаточно широк и продолжает расти. Сейчас в довесок к другим мерам воздействия, например, должников по алиментам, лишают водительских прав. Мера показала свою эффективность, принесла неплохие результаты, отмечают в ведомстве. Эта мера работает. Она работает, в первую очередь, конечно, в отношении лиц, которые не хотят содержать своих детей. И только вот путем этой меры было взыскано более 7 миллионов рублей денежных средств для должников. Причем есть разовые платежи, пользу своих же опять детей, недобросовестными родителями. Там 250 тысяч, там 150 тысяч и так далее. Вот такие суммы все-таки люди деньги находят, когда им у них ограничивают пользование автотранспортом. Еще одной не менее действенной мерой считают ограничение выезда за границу. А сейчас почти 25 тысяч жителей Башкортостана остаются невыездными. А взыскано таким способом порядка 132 миллионов рублей. В первую очередь запрещают выезд тем, кто имеет большие долги по налогам или алиментам. На особым контроле у приставов остается и взыскание с работодателей невыплаченной заработной платы. Первые полугодия текущего года почти в отношении 7 тысяч работников было взыскано. Всего 132 миллиона рублей денежных средств. То есть вот такая сумма была взыскана в пользу работников. Если вот эта сумма, количество работников может умножить на 3, потому что у каждого есть семья, которые ждут эту заработную плату. Что касается ближайших перспектив в деятельности судебных приставов, то сейчас решается вопрос о наделении службы полномочиями контроля коллекторов. Напомним, действия последних теперь регламентирует соответствующий закон. Он вступил в силу 3 июля текущего года. Теперь коллекторы могут звонить должнику не более 8 раз в месяц. Им запрещено угрожать, причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление. Параллельно в этот же день кумертовские приставы проводили очередной рейд по должникам. В качестве наблюдателей пригласили нашу съемочную группу. В настоящее время вступила в законные силы поправка к кодексу об административных правонарушениях. Она предусматривает привлечение должников к ответственности за уклонение от уплаты алиментов от двух месяцев и более со дня возбуждения исполнительного производства. В настоящее время кумертовским отделам судебных приставов проводится активная работа по привлечению и выявлению таких должников. В настоящий момент с 15 июля 2016 года, то есть с момента вступления в законную силу данной поправки, к ответственности привлечено уже трое должников. Съемочная бригада вместе с судебными приставами нагрянули домой к одному из таких должников, который проживает в поселке Питки. Виктор Васильевич, дома? Нет, не знаю. А где он? Я не знаю где. Давно не появляется? В восьмом ушел и ушел с концом. А он работает может где-то? Там у одного работал. Я думала он там, а тот сам пришел. Где-то я говорю, не знаю. Вот уже в который раз служба не может застать алименщика. Дома его нет, а о местонахождении неизвестно. Мы оставляем родственникам, либо соседям извещение и требование о явке. Данные требования являются обязательными к исполнению. И в случае неисполнения наших требований, должник также может быть привлечен к административной ответственности по статье 17.14 за неисполнение законного требования судебного пристава исполнителя. За должность составляет более 300 тысяч рублей. Можно с уверенностью сказать, что наказание последует. Вместе с тем, по словам Дарьи Крещик, данный должник периодически появляется в отделе судебных приставов, где с ним проводят разъяснительную работу, а также направляют в Центр занятости для трудоустройства. На минувшей неделе телекомпания «Арис» несколько раз выходила на связь с работниками прокуратуры. Мы пообщались с представителями надзорного ведомства на несколько тем, в том числе подробно остановились на неформальной занятости. О ней рассказала помощник прокурора Ирина Кочетова. Предлагаем посмотреть повтор включения. В Кумертаусской мэрии прошло очередное заседание Совета по вопросам снижения неформальной занятости и своевременной выплаты заработной платы. Заслушали руководители организаций, индивидуальных предпринимателей. Присутствовали в том числе представители надзорного ведомства. Поскольку там, где неформальная занятость и серые зарплаты, как правило, рано или поздно появляются правоохранители. Ни один работодатель, ведущий черную бухгалтерию, не застрахован от попадания в поле зрения, как минимум, прокуратуры. Подробнее расскажет помощник прокурора Ирина Кочетова. Она у нас на связи. Здравствуйте, Ирина Сергеевна. Расскажите о нынешней ситуации на рынке труда. Здравствуйте. Действительно, сейчас ситуация в сфере рынка труда остается сложной и напряженной. Президент Российской Федерации ориентирует всех и контрольные надзорные ведомства, и работодателей на прозрачность трудовых отношений. В идеале мы совместными усилиями должны добиться того, чтобы исключить такое понятие, как неформальная занятость. Ирина Сергеевна, поясните, что такое неформальная занятость? Поясню для тех, кто не знает. Любые отношения, связанные между работником и работодателем, должны быть облечены формы трудового договора. Работник при приеме на работу обязан написать заявление о приеме, на основании которого издается приказ работодателя о приеме на работу, с которым работник в течение трех дней с момента его издания подлежит ознакомлению. Также заключается трудовой договор с работником, второй экземпляр которого подлежит передаче работнику. Работник при поступлении на работу обязан пройти медицинский осмотр. Денежные средства, затраченные им на прохождение медицинского осмотра, подлежат возмещению работнику работодателем. В принципе, в двух словах, такова процедура приема на работу. Скажите, какие меры будут применяться к тем работодателям, которые трудоустраивают работников неофициально или выплачивают так называемую серую зарплату? В случае выявления нами, как надзорным органам, фактов неформальной занятости, допущения работника к исполнению им трудовых обязанностей, без надлежащего оформления трудовых обязанностей, будут приниматься меры административного воздействия. В частности, кодексом об административных правонарушениях предусматрена такая ответственность, как ответственность за допуск к выполнению трудовой функции лица, лицом, неуполномоченным на то, если работодатель против заключения трудовых отношений. Данный вид наказания регламентируется статьей 5.27, частью 2 Кодекса об административных правонарушениях. Минимальный размер наказаний для должностных лиц предусмотрен 10 тысяч рублей. В случае, если мы установили факт неоформления работодателем с работником трудовых отношений, либо ненадлежащего оформления трудовых отношений, работодатель подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной статьей 5.27, часть 3 Кодекса об административных правонарушениях. Там, соответственно, уже свои минимальные размеры наказаний. Для должностных лиц составляют от 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 5 тысяч рублей, для юридических лиц от 50 тысяч рублей. Кроме того, мы прекрасно с вами понимаем, что ненадлежащее оформление либо неоформление трудовых отношений влечет за собой цепную реакцию дополнительных нарушений. Это не прохождение работникам медосмотра, не выдача ему средств защиты, не проведение с работником вводных первичных инструктажей, не проведение специальной оценки рабочих мест. И в совокупности были случаи, что выявляли в деянии одного работодателя несколько составов административных правонарушений, минимальный размер наказания в совокупности по всем составил приблизительно около 80 тысяч рублей. В связи с этим я предлагаю просто задуматься, с точки зрения выгоды, что же все-таки выгоднее, оформить надлежащим образом работника и требовать, согласно букве закона, с него выполнение возложенных на него трудовых обязанностей, либо уклониться и получить достаточно большую сумму штрафа. Спасибо за компетентные ответы. Напомню, что у нас на связи была помощник прокурора Ирина Кочетова, представитель надзорного ведомства, рассказала нам о неформальной занятости. Детям, которые собираются пойти в школу, необходимо в первую очередь думать об успеваемости. Их не должны волновать проблемы материального обеспечения. Это задача родителей или Кумертаусского центра социальной помощи. Центр в очередной раз проводит акцию «Помоги собраться в школу». Подробности в своем сюжете раскроет начинающий журналист Аркадий Зубков. В Башкортостане проходит благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Цель – сбор школьных принадлежностей для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кумертау не стал исключением. Пунктом сбора, как и в прошлые годы, стало отделение социальной помощи семьи и детям. Акция «Помоги собраться в школу» проводится в шестой год. Мы оказываем помощь малым и мощным семьям. Это и многодетные, и неполные семьи, ну просто находящиеся в трудной ситуации. Самое главное – это собрать помощь в виде канцелярских товаров. Это рюкзаки, это школьные формы, это канцелярия, это письменные принадлежности. И вот этими помочь как раз нашим деткам. На сегодняшний день акция только набирает обороты, но уже принесла свои плоды. Предприниматели и простые горожане помогают в сборе вещей. На сегодняшний день у нас есть уже, пусть немного, но школьных принадлежностей в виде тетради, в виде карандашей, в виде рюкзаков. И самое главное – у нас есть школьная форма. Школьная форма новая, есть белые блузки, есть белые рубашечки, галстуки. То есть мы на сегодняшний день уже готовы открывать эту акцию для того, чтобы оказывать помощь. Но все-таки торжественное открытие будет в августе. Мы будем приглашать семьи, будем делать для них праздник и вручать уже все эти канцелярские товары. Организаторы акции говорят, что ни одна семья не останется без внимания. Например, в прошлом году многодетная семья Сергийчук, в которой 9 детей, получила помощь именно по этой акции. Лично моей семье помогла горбольница. Они пришли именно домой к детям, вручали именно лично каждому ребенку пакет со школьными принадлежностями. А детям, первоклассникам вручили помимо этих школьных принадлежностей еще ранцы. Поэтому я считаю, что такая акция в нашем городе существует не напрасно. Содействие семьи Сергийчук лично и акции в целом оказывает Любовь Панферова. В прошлом году девочки обратились, и я привозила 13 портфелей для первоклассников. Мне бы очень хотелось выразить благодарность большую Любовь Ивановне за ее оказанную помощь. И хотела бы попросить предпринимателей, именно у кого есть торговые точки, с товарами для детей, что в нашем городе очень много нуждающимся, чтобы не отворачивались от детской беды. Это на самом деле беда нашего всего города, не только тех, кто взял детей. Акция продлится до 31 августа. Гуманитарную помощь можно приносить по адресу улица Ленина, 23. Филиал Центра народного творчества «Дуслык» принял благотворительный концерт оперного певца Вадима Тирона. «Ты, милый друг, не скучай, я вернусь, ты на весна, может днем, а может ночью, ты меня не забывай». Вадим — солист Тверской областной академической филармонии, народный и заслуженный артист России. Он исполнил песни популярных русских и зарубежных композиторов, русские народные, романсы и сочинения современных авторов. Подобные концерты Вадим Тирон, как правило, дает в Кумертау летом. Этот сезон не стал исключением. Напомню, Вадим Тирон учился в школе номер 4, приезжал в Кумертау в качестве студента Уфимского государственного института искусств. А на четвертом курсе он получил приглашение на работу в Башкирский государственный театр оперы и балета, где и начал свою артистическую карьеру. С 1978 года Вадим Тирон — солист Тверской филармонии, а с 1985-го дополнительно солист ансамбля русских народных инструментов «Орнамент». Люблю вас. Будьте счастливы! Спасибо. До свидания. До новых встреч. Это были итоги недели. Я с вами прощаюсь. Напомню, что мы в эфире по воскресеньям. Архив программы на сайте arisdefist.ru. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова